Марка Хавейл провела ежегодную дилерскую конференцию, то есть собрала всех своих продавцов, дабы подвести итоги и обрисовать перспективы. И последний пункт повестки принес сенсацию. Оказывается, к нам приедут внедорожник Way Tank 300 и кроссовер Havail Big Dog. Но давайте по порядку. В большой семье Great Wall Motors марка Way считается премиальной, а Tank 300 – ее первый рамный внедорожник. По платформе это родственник хорошо известного нам Хавейла H9, только заметно компактнее. Под его капотом стоит двухлитровый бензиновый турбомотор, с которым приходится работать восьмиступенчатому автомату. Полный привод честный, типа парт-тайм, при том раздаточную коробку поставляет именитая контора BorgWarner. Но главное, в наличии имеются блокировки обоих межколесных дифференциалов. Большая редкость даже среди настоящих внедорожников. Повод для грусти только лишь один. Стилизованная под ретро модель вряд ли окажется дешевле двух миллионов рублей. Ностальгические ретро-мотивы сквозят и в образе Havail Big Dog, то бишь большой собаки. Но это уже стопроцентный кроссовер формата модели F7, с несущим кузовом и поперечным расположением мотора. Хотя этот пес имеет неплохую внедорожную подготовку. Вот подробности. В приводе задних колес установлена многодисковая муфта Heldex пятого поколения, а у заднего дифференциала имеется принудительная блокировка. Также предусмотрены специальные режимы ездовой электроники. Притом китайцы – мастера стилизации. Чтобы создать внутри атмосферу настоящего внедорожника, они закрепили по всему салону массивные поручни. А в подстаканниках есть резиновые ремешки для фиксации бутылок. Забавно, не правда ли? В плане техники вот что. В полноприводной версии полагается двухлитровая турбо-четверка и семиступенчатый преселектив. А у моноприводной машины существует и такая. Мотор более скромный, объемом полтора литра. В родном Китае хавейловских собак отдают в переводе на российскую валюту минимум по полтора миллиона рублей за штуку. И это очень интересное предложение, с которым Марка может реально выстрелить. О сроках появления обеих новинок сейчас сказать ровным счетом нечего. Увы, но клуб любителей хавейлов, через который утекли все эти секретики, таких подробностей не разузнал. Но очевидно, что и танку, и собаке вначале придется получить российскую прописку на заводе под Тулой.